Всем привет! Меня зовут Лена и я владелец канала Pipe Cleaner Crafts Bay. И кто не знает, я говорю на русском. На этом канале я буду переводить мои собственные видео на русский язык. У меня уже был такой канал, но я его стерла в свое время, а этот будет совсем новый. Так, в этом видео мы сделаем кучу всяких поделок, частично для LOL и частично для Барби. Мы начнем с жидких телефонов, а мобильный телефон для куклы вы увидите в следующем видео. Нам нужно несколько деревяшечек или что-то очень плотное, что поможет нам залить форму телефона. Я использовала горячий клей и вот эти вот деревяшки. Теперь мне нужна картинка телефона, которую я приклею на пластик. Или, как кажется, это называется PVC, я не уверена. Он достаточно плотный. Теперь я выливаю на него горячий клей. Если вам еще немного лет, я вам очень советую попросить родителей о помощи. И быть предельно аккуратными. Вот это точилка, которая надевается на деревяшку и формы более-менее подходят. И в связи с этим я смогла отлить вот такую форму. Теперь в нее можно залить либо слайм, либо вот этот гель, джели, который я купила в магазине. И вот уже у нашей куклы есть прекрасный жидкий телефон, в который можно вот так вот тыкать. Теперь сделаем серьги для куклы. Здесь тоже ничего сложного. Берем вот такую булавку, раскусываем ее, вставляем в уши парби. Можно клей использовать. Я использовала прозрачный лак. Кстати, можно еще просто лаком покрасить головку булавки. А здесь я приклеила вот такие маленькие, как бусинки. Теперь сделаем кресло. Любая крышка. Еще одна любая крышка. И вот такая пластиковая посуда в виде ванночки. А в сумме получилось прекрасное кресло. И сначала я его сделала вообще меховым, но не знаю, что-то не склеилось как надо. Поэтому я оставила только сидение и ножку. А сейчас, моя любимая, мы сейчас сделаем палатку для ЭЛОЭЛЬ. Вам нужна большая бутылка, из которой мы разрежем прорезы для кошек и для двери. Теперь возьмем эластичный носок и просто надеваем его на бутылку. Я использовала горячий клей, потому что я хочу сейчас разрезать носок. А когда носок разрезаешь, он очень быстро расползается. Если у вас есть время, вы, конечно, можете носок и прошить, и, может быть, даже лаком закрасить. Но у меня не было времени. Делаем какое-нибудь мягкое дно. Дверки я сделаю из тюли. И можно укладывать ЛОЭЛЬ спать. Спокойно идем в поход. Вообще, я эти палатки обожаю, я вам честно скажу. Сейчас мы сделаем Старбакс. Здесь тоже вам понадобится горячий клей. У кого нет, знаете, я подумаю, с чего еще можно сделать. Во всяком случае, вот это бывший фломастер, у которого очень широкое отверстие. И я его вот так вот надела прямо на шарик, в результате чего имеем крышку от стаканчика. Стаканчик сами делать не будем. Возьмем крышечку. Проделаем отверстие. Здесь, наверное, тоже вы уже все знаете, потому что много раз все делали. И наш стаканчик готов. Наклеим какую-нибудь наклейку. Здесь я покрасила его коричневым лаком. А это... Это какой-то вроде слайм. Мэджик клей. Это даже не важно. Клей какой-нибудь. Пластилин даже можно взять. И нам... Мы приготовили Старбакс. Я обожаю делать эти маленькие стаканчики. Хотя у нас нет Старбакса. А сейчас на той же волне мы приготовим снежный глобус. Нам просто понадобится очень много блесток и фоамиран. Этот фоамиран еще и клейкий. Я уже не стала добавлять воду. Хотя шприцом вполне через дно фоамирана можно наполнить шарик и водой. Это... Мейкап... Как это? Тени для... Мэрмейд. Для русалочки. Тени для русалочки. Это бумажка от настоящих теней. Поэтому она такая красивая. Просто я не удержалась и ее разрезала. Это лак. А это блестки. И блестки очень хорошо садятся на прозрачный лак. Вырезаем зеркальце в виде ракушки. У меня были наклейки. И у нас есть... Мейкап. То есть тени. А сейчас давайте сделаем очень простую сумочку. Из спичечного коробка. И вот что я еще хотела вам сказать. Я использую горячий клей просто потому, что он очень быстро все клеит. А когда делаешь видео, нужно, чтобы вещи происходили быстро. Я не могу ждать два дня, пока все склеится. Именно поэтому на моем канале на основном такое количество горячего клея. Но вы можете пользоваться любым клеем. Потому что многие клеи все это могут склеить. Просто это занимает время. Поэтому у кого нет горячего клея, не отчаивайтесь. Ближенство поделок вы можете сделать и без него. Вот, например, эта поделка горячий клея не требует. Я приклеила здесь наклейку впереди. А все остальное заклеила тканью. А это липучки для того, чтобы все было как у людей. И наши куклы могут отправляться за покупками. А теперь давайте сделаем такую вот прозрачную помаду Baby Lips. Я не знаю, знаете ли вы такой бренд. Но я просто знаю, что в Америке он очень популярен. Но именно поэтому я его и делаю каждый раз. Нам понадобится какая-то трубочка. Может быть от какого-то чистящего средства. Трубочка, которая хорошо вот так вот надевается на палочку для чистки ушей. У которой, наверное, есть еще какое-то название. Но я его не помню. На английском это Q-Tip, по-моему. Я люблю вещи паковать вместе. Поэтому я склеила 4 Baby Lips сразу. И получилась такая упаковка. Вот из такой пипетки можно сделать прекрасную Кока-Колу. Этот метод выдумала моя подруга пару лет назад. Ее зовут Simple Kids Crafts. Она тоже делает поделки, но она на русском не говорит. И вот эта бутылочка, это ее изобретение. Но просто ее уже несколько человек тоже скопировали. А вот эту вот шестерку Кока-Колы я сделала давно, но там были маленькие бутылочки. А вот теперь сделала большие. Это фоамиран. Просто готовим упаковку. И получается вот такая настоящая Кока-Кола. Вот эти толстые карандаши, я не знаю, что это. Я просто их увидела в магазине. И увидела, что у них вот такие толстые стержни. Которые, конечно, дико удобны для наших поделок. В связи с чем я решила сделать вот такие вот карандаши-мелки. И я использовала пертки от L'Ole, которые я вообще обожаю использовать для поделок. Приготовила вот такой пакетик. И получилась настоящая упаковка. Кроме того, вот именно у этого бренда карандашей оказались прекрасные крышечки. Которые прекрасно можно использовать для изготовления вот таких стаканов. Из пустых стержней тоже можно сделать стаканчики. Я сначала использовала, кажется, кусачки, а затем просто ножницы. И дно можно создать, как обычно, из горячего клея. Тоже, кстати, мой метод. Много лет назад выдумала. До встречи в следующем видео!